Этот новогодний пробег стал самым массовым за всю 46-летнюю историю. Среди марафонцев не только Орехово-Зуевце, но и гости из Ногинска, Воскресенска, Павловского посада и других городов Подмосковья. Сегодняшним мероприятием, нашим традиционным легкоатлетическим предновогодним пробегом, который мы проводим уже 46-й раз, мы завершаем цикл мероприятий, посвященных столетию нашего любимого города. Хочу пожелать вам успешных стартов и ярких побед. С праздником вас! С наступающим Новым годом! Как и полагается, в новогодний праздник бегунов на старте приветствовали Дед Мороз и Снегурочка. Принять участие в кроссе могли все желающие, независимо от возраста и уровня подготовки. И дистанцию каждый выбирал на свое усмотрение – от одного километра до пяти. На старт! Внимание! Мыс! Почетным гостем соревнований стал известный российский путешественник и общественный деятель Александр Капер. В Орехово-Зуеве он не первый раз. Весной этого года, совершая марафон Москва-Пекин, Александр делал остановку в нашем городе. Очень, очень тепло и очень душевно встретили ребята с вашей администрацией, просто люди, которые пробегали вместе со мной какой-то определенный промежуток. Вообще за весь забег по России именно. Ко мне присоединилось более шести тысяч человек, пробежало вместе со мной. Но в Орехово-Зуево люди действительно тепло, радушно, искренне, радостно встречали и потом хочется сюда возвращаться вновь и вновь. Орехово-Зуево был первым городом в Советском Союзе, где начались новогодние марафоны. В далеком 1971 году в самом первом забеге приняли участие всего 12 человек. Они преодолели дистанцию 12 километров. В последующем эти соревнования стали официальными и число участников постоянно увеличивалось. И вот уже более 300 человек совершают предновогоднюю пробежку. Я принимаю участие третий раз. Для меня это просто честь принимать участие в городских марафонах и в сдаче разных норматив, например, в ТОР. Всего в пробеге 16 номинаций. Две из них – самый юный бегун и самый крепкий ветеран. Некоторые марафонцы – постоянные участники этих соревнований и показывают отличные результаты. В разы в прошлом году и поза-поза в прошлом я их уже выигрывал. Но в те разы было гораздо легче. Сегодня у меня появился какой-то соперник, который очень сильно бежал. Я его обогнал только благодаря тому, что я очень хорошо тренируюсь. Я от этого новогоднего пробега получил очень большое количество удовольствия, радости, счастья и выиграл. Ни ненастная погода, ни ветер и легкий мороз не смогли испортить настроение участникам. А самые быстрые и выносливые получили награды и памятные подарки.